Россия сейчас страна, агресса. Я не хочу, я думаю, меня поддержат многие. Я не хочу, чтобы Россия вложила визит в завод. Я понимаю, что завод развивается. Ну, ты скажешь, что происходит, но не за счет России, не за счет визит России, не за счет визит Равна, Северной Кореи. Ну, есть такой, по-моему, вот склад. Из 31 членов областного общества Совета сегодня на заседании принимают участие 21. Век этот наш завод, Зенит, его привезли из Зенегарда, подходим к использованию. А теперь чиновники хотят, чтобы эта компания из Турции, которая является членом НАТО, 85% обладала. И тогда этот завод будет работать на них. То есть, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. То есть, как можно допустить, что, ну, НАТО. А что касается санкций, чего боятся наши оппоненты, это нам страшно. Потому что, я тогда даже сказал, усилив ему оборону, так захоти, и вот так и сделай. И вот ужается теперь Российский СРК С-400 вместо американской системы ТВО, АТРА. Поэтому, вы все знаете, что Турция является членом НАТО, и лучше подпочинять, давай, другим. Касательно принесения того или иного инвестора, как я уже сказал, мы не будем продавать руки турецкого инвестора. Мы объявляем коммун, как вы сказали. И если на комплексе заявятся более выкидные инвесторы, которые предложат лучшие условия и лучшие технологии, то проблем нет. 28 июля было подписано соглашение между тремя странами, две турецкие строительные компании, государственная военная инвесторация, и национальное общество «Зенит». Вы сейчас говорите, что будет рассмотреть другие вариации конкурса и прочее, прочее. Не понятно? В 11 часа мы на заводе заявили, что на встречу с заводчанами, что будет создана карта операции, для которой завод «Зенит» будет загружен по профилю, действующему профилю. Возникает вопрос, если карта строительного завода сейчас «Зенит» – раз, военная Москва – две, Болтава – два. Два, Болтава – две, Болтава – два. Продолжение следует, starts with RTÉ ноября по продам. Два, Болтава – две, Болтава – два, Порв mutilite. Возникает вопросов пров woodsNiture усил Мы не сможем же остановить процесс строительства судоведа, ее построим, построим судостроительный завод. И завтра этот судостроительный завод предложит покупателю лучшие решения, лучшие технологии, лучшие корабли, и завод вашей зенит останется без заказа. Поэтому уже сейчас мы предлагаем, чтобы в эту кооперацию вступил завод зенит. Конечно, для того, чтобы получить завод зенит, и это то, чтобы выдержать условия, которые не предназначены. По логике возникает вопрос. Вы говорите, что через 3-4 года завод зенит лишится год заказа. Вопрос у людей, у Райска, по крайней мере, у нас, наша общественность один. Государство в республике Казахстан до сих пор является главным инвестором. Тем более, когда это касается военно-стратегических транспортов. Зенит вводит в тазах движения. Так, соответственно, вопрос, что мешает нашим государствам обеспечить долгосрочный оборонный заказ по сохранившему еще военному профилю заводу зенит. Допустим, за ГНК, вы знаете, он перепрофилировался. Конверсия прошла в начале новых годов, он на ногах скорее. А МЕГА закрылась. Препрос в этой планете, который тоже относился в ОТСК. Вся судьба вопроса по единственному военному предприятию завод зенит. Что мешает государству инвестировать в военную отрасль? За ГНК, я с вами не соглашусь, за ГНК, это тоже оборонное предприятие, успешно сценирует, успешно производит свою продукцию. В том числе, большой интерес к нему в плане экспорта. И что касается загрузки ленита, понятное дело, что государство будет всегда обеспечить его минимальной какой-то загрузкой, чтобы он существовал. Но вы же не можете постоянно диктовать тем же заказчикам, это вот вложенные силы, да, по-разному, это где-то над безопасностью. Моё мнение, по крайней мере, которое я высказываю публично в отношении данной темы. Ещё раз, вот в ваших местах говорит, что свободное ирочное. Я говорю ещё раз о том, что есть, никто не принял государственное регулирование, ну и, соответственно, механизм орызошного самогулирования. Тем более, сейчас приходит много руководства республики, института и государственное регулирование, наоборот, усиливается. Мы их поддерживаемся. Соответственно, видение наше, моё личное, что нервничный механизм пояса хорошего, доброго инвестора, скачивания военной отрасли, а сохранение стопроцентного монополия государства в этой сфере, естественно, модернизация за счёт средств государства, расширение производственной легенди, расширение того, чтобы он мог не зацепить сейчас на коробе строительных делах. Стройте вверх, пожалуйста, в Ахтаву. Загрузите наш завод. Я знаю, что заберите осталось в обороне заказов. Но аналогично, вот по дороге, я думаю, что наш завод, с учётом, ещё раз, того, что есть национальные интересы безопасности, выстреливает новую прокурацию за счёт обновлений производственных фондов, за счёт средств государственных предприятий. Ну, забот нам достался от советского прошлого, да, и, конечно, в обороне независимости он всё-таки сумел перестроиться, и наше мнение он является гораздо прибыльным. Я читала, что там около тысячи человек будут преработать, и поэтому думаю, кому, как было вообще поднимать этот вопрос. Естественно, забот надо развивать, настроить какие-то, находить новые формы, но почему вдруг сразу вот так внезапно, да, значит, заводить разговоры вот об инвесторах. Скажите, сколько у нас в Казахстане таких вот заводов или фабрик, да, в которые вложились инвесторы, и которые сделали в жизнь вокруг прям прекрасный. Я почему-то этого примеров не вижу. Поэтому, если завод земли сумел в выское дежурное время, надо просто сейчас помочь им, как вам сказали, вышеуказанные товарищи, государству. Естественно, нужно взять контроль и остановить, значит, завод во государстве, и этот же госсаказ, и так далее, да. Ну, а давай, я считаю, что такой огромный завод, я говорю, такую промышленность, которая единственная в Казахстане досталась нам, сохранилась, да, и мы сейчас это всё должны отдать. Поэтому, считаю, что кому-то это выгодно, кто-то лоббирует это дело, да, это вообще, я думаю, противонародное всё. Поэтому я возмущена, да, и, знаете, даже, и много таких людей, в Урасте, которые против всего этого. Думайте, государство, для чего надо, у нас много богатых людей, да, заберите деньги, там, у тех, кто обостровал наш государство, вложите его в этот завод и так далее. Поэтому давайте немного думать о том, чтобы наше государство, наша страна, наши края, да, опирались и на свои силы основном, да, и вообще, как-то, помогали. Государство должно стать основным акционером этого нашего завода. Пусть строят инвесторы, другие заводы, фактики, покажут нам, как это делается, да, а завод развивается, пусть сам, и будет таким конкурентоспособным. И она, например, не совсем согласен, вот, высказываем здесь, вот, что находится в НАТО, Турции. Во-первых, НАТО, не Турции, Казахстану не угрожает, в отличие от некоторых соседей, которые ежедневно выступают депутатами, хотя и претендуют на северные территории. Поэтому не надо этот вопрос задать вечно. Потом, рядом с нашими предприятиями граничится бывший завод Амеги. Крупнейший завод Амеги. Вот сейчас там десятки предприятий, кого только там нет. Я просто боюсь, что всюду Амеги разделит и завод Зенит. А почему? Потому что мы сейчас говорим, надо государство вложить. Но, извините, если бюджет у нас дефицитный, откуда брать деньги? Уже на основу мы залезли, каждый год берем пенсионную, уже на теплоэнергетику забирают. Извините, а где деньги? Мы такими методами придем, что через 2-3 года действительно ни заказов не будет. И завод Зенит постигнет судьба завода Амеги, который разорвится, или торговый центр откроет, и так далее. Вот, я еще хочу сказать. В советское время, я знаю, завод Зенит выпускал много для населения. Товары народного потребления. Почему-то сейчас ничего нет. Почему они не персифицируют свое производство? Вот сейчас мы лопатой на производстве, формовщики работают, я производил уже безобетонные изделия. Лопаты китайские. Они через 2 недели выходят из строя. Почему мы не можем лопатой делать? К примеру, приведу пример. Несколько лет назад у меня стоит линия непрутая. Там матрица, выпускаем стеновые камни. Она изнашивается. Мы решили заказать на том же заводе Зенит. Всех объехали, попросили. Они нам все, мы можем, там элементарно. Нарубил листы, сварил, точно там довели метры, и все. Да, мы можем. Но цену назвали. Я чуть не упал. Я за такую цену 3 привезу из-за границы. Что так и сделал. Вот просто надо еще мою мнение послушать коллектив. А если коллектив через 3-4 года без работы пич, человек останется. Кто будет отвечать потом? Вот в чем надо подходить. И надо подходить с точки зрения выгодной государства. Если на Каспии там верфь строят, там он и строит, рядом на воде, и ремонтируют там. А вот правильно говорили, Урал каждый год милее. Наши там депутаты ездили в ремонт, там спасение Урал. Но он милее и милее. Никаких? Нет. Он опускает. Завтра действительно сплавлять нечем. Давай, что тут делать? Я считаю, что сейчас во всем мире фракция идет. Выпускаем. Копилируется. Везде во всем мире кооперация. Почему вы боитесь? Этот завод турки не разбил, не увезут. Будет земля в Казахстане, сети наши, вода, свет, электроды. Все же наши. Если таким условием поставить, действительно, вложения будут. Коллектив-то не будет страдать. Почему? Мы боимся этого. Наши представители, генеральный директор завода ЗДИ, Мукамов Таджавр Ракович. Значит, на должности начальника генерального директора, он назначен в текущем году, в апреле текущего года, уже 9 месяцев, он и данную должность. Здесь вот сейчас поднимается, что, скажем так, животребляющие вопросы. И мнения разделились. Но я хотел бы высказать, не то, как человек, который только прошел. Кстати говоря, хочу сказать, что я сам офицер, капитан первого ранозапаса. Прошел бонус, первого завестили, был командующим военными селами. Был командующим берегового охрана. То есть, каспель и селами генерального директора я знаю изнутри. И не чужой человек для завода. Почему? Потому что в ходе, так сказать, в процессе исполнения своих воинских обязанностей, я непосредственно контактировал с заводом ЗДИ, непосредственно принимал эти корабли, которые сегодня эксплуатируются очень даже удачно. Поэтому трудности сегодня у завода существуют. Это перспектива. А трудности я не говорю. И то, что сейчас вице-министр выступил, он ответил практически на все вопросы. Давайте более детально. Значит, да, на сегодняшний день завод ЗДИ допустил 34 кораблей генерал. За эти 35. Эти корабли, как и ранее, используются, к счастью. Но их боевые качества на сегодняшний день удовлетворяют силовые структуры, особенно военно-морские силы и берегового корабля. Нужны новые технологии, нужно нового вооружения. А к сожалению, завод ЗДИ этих моментов не имеет, к сожалению. Поэтому мы вынуждены контактировать и взаимодействовать с теми, скажем так, государства, которые имеют новую технологию. А то, что там этот пункт в Урции будет, или еще какая-то страна, дело не в этом. Главное, чтобы на конкурсной основе определился вопрос, кто будет вкладывать свои средства для того, чтобы улучшить возможности завода. И мы чтобы отвечали требованиям обороны предприятия, это Министерство обороны в лице военно-морских сил и берегового охрана по границам. И вот, к моему мнению, как руководитель, человек, который прошел военную форму и хотел бы, чтобы завод ЗДИ, дарственно работал, но выполнял задачи в интересах обороны промышленного комплекса. Значит, на сегодняшний день на заводе чистится 800 человек. 800 человек по списку. Заработная плата выплачивается своевременно, если имею в виду, что никаких долгов нет. Средняя заработная плата рабочего от 260 до 300 лет, примерно я говорю. То есть, средняя заработная плата порядка около 270 тысяч дней. Минимальная заработная плата получает то, это не те, которые работают за единственное производство, но, скажем так, обеспечивающие персоналы, уборщики, дворники. Минимальная заработная плата 170 тысяч. Мы в своем выступлении говорим, что вот пускай завод развивается, а в том, как и вести, какая страна, это разность не разломана, я так понял. Мне кажется, это не безразлично, потому что есть такое понятие в международной репутации. Россия сейчас страна-окреста. Я не хочу, я думаю, меня поддержат многие. Я не хочу, чтобы Россия вложила в инвестиции в завод. Я понимаю, что завод развивается. Ну, пускай развивается. Но не за счет инвестиций в России, не за счет инвестиций в рамах с Кеверной Кореи. Ну, есть какой-то понятие в Ост-Ла. Есть там еще два стран. Поэтому пускай завод развивается, но не за счет инвестиций в России, ну, пускай других стран. Да, понимаю этот вопрос, почему государство не может вложить средства для того, чтобы завод моделизировать, повысить технологии и так далее. Но вот сейчас, уважаемая, сказал же, я считаю, что, к сожалению, в нашем государстве нет таких, наверное, возможностей для того, чтобы средства вкладывать для того, чтобы моделизировать, ввести новую технологию и так далее. В этой связи привлекается, на конкурс на слое проводится выбор инвесторов. И самое главное, хочу сказать, что... Скажи, пожалуйста, как вообще коллектив настроен? На сегодняшний день обстановка на заводе стабильная. Личный состав работы, то есть рабочих. Вопросы какие-то не возникают. Но в целом, хочу сказать, что... А в продаже они занялись против мнений. Мнений? Мнений. Мнений. Их отношение заключается в том, что они пришли на завод работать, зарабатывать деньги, содержать свои семьи. И большинство рабочих относится к этому так. Действительно, у нас и 2-3 года назад были провалы загрузки. У нас люди выходили в личные отпуска. Просто мы это дело не афишируем. И такая периодичность через 5-6 лет бывает. А в дальнейшем, по-видимому, это будет чаще. Потому что таких кораблей, которые необходимы Министерству обороны, мы уже не сделаем. Это тысячники, полутора тысячники. Мы насытили погранслужбу кораблями. Тридцать четыре корабля. И в перспективных планах по СКНБ стоит один катер в год. А что такое один катер в год для завода? Это мизер. И поэтому заводу, многие на заводе понимают, что заводу необходимы инвесторы. Это первое. Второе. Заводу необходимо обновить парк. Ведь наш парк 60-70-е годы прошлого века оборудования. Обрабатывающие. Мы часть модернизировали изготовительного производства, сварочного производства. То, что непосредственно участвует в судостроении. Обрабатывающие оборудования старенькое. У нас целая технология. Спасибо. Я хотел выводить. Я тоже поддерживаю. Я предпочитаю полицию. Поэтому мы идем на завод, зарабатывать деньги и содержать свои семьи. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Завод для завода земель по производству. Фатерин Виктор Евгеньевич. Спасибо. Я думаю, надо поддержать коллектив. Действительно. Надо исходить из реалий нашей жизни. Действительно. И у меня рабочие хотят стабильности, стабильнее получать заплату. А если это непосредственность в углу где-то, а нас, видите, мы, вот этот патриотизм, он нас не спасет. Вот как говорили, что вот, то есть государство, а где оно возьмет, если нет денег, не хватает, вы сами понимаете. Обмен, обмен. В очереди никто не стоит сейчас. Вот мы даем этих земель. В очереди никто не стоит. Спасибо, что нашлась эта фирма. Возможно, сейчас, если бы наши гравопатические машины закрутятся, они развернутся, уйдут. Как бы с Казахстана, да и ушло в Узбекистан. И выпускают уже 95% локализации. А у нас нет. Вот что. Хочу, я беспокоюсь. Вице-министр приезжал к нам на завод, встречался с советским заводом. Вот те слова, о которых я сейчас поговорю, очень благодаря. И я хотел бы еще один момент озвучить. Вот мнение завода, касающееся дальнейшей деятельности. Мы сказали так. Завод на сегодняшний день выдвинул следующие требования. Сохранение специализации завода в области кровоискрения. Это первое. Второе. Сохранение организационно-штатной структуры завода. Второе. Третье. Не допущение сокращений штатов. Вложение инвестиций в модернизацию завода и новых технологий. Не включать завод из-за резерва исполнителя государства правовного заказа. Как единственный завод, в Азстане имеет огромный опыт именно в кровоискреблении. Решение социального вопроса для молодых специалистов. Если вот эти основные 7 вопросов будут выполняться, я думаю, что будущего завода будет. Сейчас, да, заинвестите ваших говорить о том, что 3-4 балла на нас котировка, это как раз только. Ну, все принимают. Все. Тема закрыта. Первый, саркетический врач, который вы сейчас озвучиваете, да, используют производственные мощности завода для той веры. Я не слышу, чем конкретно, какими, это же не секрет, заказы будет обеспечить для той веры наш завод. Поскольку они будут воинственные традиции, они собираются. Но не раз строят это, койма, проще, гражданскую проспусть. В чем будет участие завода с ним? Конкретно, потому что все. Обл. Вы же листары сейчас вам доложили. Это же первого рамка. Будет листары сейчас доложили. Значит, завод СиИ может строить корабли до 1000 тонн. Это возможность из завода. Для северных структур, особенно для воинской силы, требуется корабли под размещением выше. То есть это 1500 тонн, 2000 тонн, то есть ракетное вооружение и так далее. К сожалению, мы этого делать не можем. Но в процессе кооперации, если даже суд судоверства будет вактово построен, независимо, как будет построен, тот инвестор, который будет вкладывать деньги в строительство доверия, он будет заинтересован в том, чтобы завод Зенит в кооперации с ним вместе работал. Почему? Завод Зенит может быть заинтересован в подготовке к изготовлению блоков. Этот блок мы можем поставлять и так осуществлять в один момент. И то есть деньги на завод в этом сохранится, и его возможности будут использоваться. Дальнейшем. Значит, конечно, как техника, она ведь имеет систему устройства износов, правильно, да? Ведь смотрите, обратите внимание. Кроме того, еще раз повторяю, завод Зенит может строить до 1000 тонн. На сегодняшний день, по крайней мере, говорят, не нужны корабли до 120 тонн. Мы говорим, мы можем. Мы можем, а давайте дальше строим. То есть требуется модернизация. Один проект корабля, он может использоваться 10-15 лет. Дальнейшему нужно будет модернизировать и использовать более современные те же катера. Завод Зенит, это состояние дела. Если завтра мы не пойдем в кооперацию, а судостроительное зеркало построить кем-то, они просто у нас завод прокладывают. Причем потому, что те задачи, которые сейчас выполняют, он сам будет на месте выполнять. И его преимущество в том, что он находится на рейтинге Каспийского уровня. А у нас 1000 километров отбой. Вот это проблема. Где они на рейтинге будут в свободное время? Мы его не отталкиваем. Поэтому это будет безопасно для нашей территории. Не говоря уже о Казахстане. Поэтому лучше посмотрите на российский вариант. А вот в Казахстане лучше отменять. Это не хорошее. Ну, чтобы было понятно, в нашем уехе коллегам было озвучено два мнения. Первое – это сотрудничество, не ущемляющее права и интересы отечественного завода. Сотрудничество, которое в форме совместного производства, не требующего каких-то продаж и передачи акций завода. То есть перспективное развитие стратегические за счет только государственных средств и государственной собственности. Второе предложение было в целях привлечения иностранной инвестиции и транспекта современных технологий, поддержать механизмы и мер, которые предлагает Министерство промышленного строительства по развитию данного оборонного предприятия нашего земли, путем сотрудничества с иностранными компаниями или допускаемой приватизации при условии сохранения просьбой деятельности, рабочих мест и контроля акций для государства. Выражаясь словами спикера, долей золотой акции можно сделать. Поэтому мы два предложения. Я хотел бы выдвинуть и предлагаем вам предложение, кто, за что, чего поддерживает. Поэтому я ставлю на нас салонию, доусповую, бранжи-криминалых залпы, инвестарктовой, вақыты вразболтой, мемлекеттым веншиминге калдыр, что я на заводке ешкандай приватяцией сэма, жегерарах намуты в журнаде. Екенші мәселе, бұл жаңағы жекешедең дұру, жалпында министерлік үсінголыған шараларды қолдануға келесі. Сонда, бірінші мәселе жүрін, мемлекетті қалтырдың дауыс қасалан кім қолдай? Екенші мәселе жүрін, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok